друзья всем доброе ферганское утро звонок в телеграм сообщение денис возле андижана есть быки пятитонники самые огромные быки конечно же мы взяли камеру и едем в сторону андижана бык который прибавляет 600 килограмм веса в месяц почему бы его не увидеть не доезжает 10 километров но где вывеска осака туда в сторону андижана до андижана осталось 25 километров нас не пустили действует это режим до 10 что-либо он заезд и вечером ни в какую мы развернулись обратно едем в навигаторе высвечивается слово шахри хан решили заехать туда если конечно опустят тоже покатаемся сегодня по этому району а мапсми ненадежный навигатор завез какие-то глуши сейчас вот здесь асфальт появился там и 5 километров ехали по каким-то полям вообще не понимаю кто прокладывает в навигации маршрут и по какой-то полевой дороге вообще ехали и вот в этом не знаете шлак это пригород очень много миндаля растет видно что это миндаль мы уже научились различать миндаль от фисташки и от урюка очень много миндаля заехали в луковый кишлак здесь все вот прям сразу после какой луквы здесь и фисташки смотри опять же вот вдоль домов тысячи деревьев деревьях деревьев фисташковых и много-много ждем заправщика бензин здесь дешевле восьмидесятые 3500 это по-моему самая низкая цена где мы увидели но если опять же это не старая цена надеюсь не старая сейчас бак до конца и вперед урюка бензин здесь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Самса... Самса шахриканская, да? Это самса шахриканская? Да, да, самса шахриканская Вот так выглядит самса шахриканская Ну, это даже небольшая, не средняя Чуть... Она чуть меньше средней Конечно же, мне удобно сидеть Как вы постоянно мне пишите В очках не едят На андижанскую похожу самса Реально Вкусно Она такая, знаешь, как будто с пушеночкой Реально, как будто с пушеночкой хлеб На джизакскую похоже Вот реально, тесто на джизакское похоже Хотя не сильно соленое, но похоже А чай похож на зеленый Друзья, если вы не распробовали одну самсу Нужно съесть вторую С зеленью Самса шахриканская И еще ножи есть шахриканские Мы как раз ищем ножи сейчас Денис Друзья, вот К нам за сто Как, Топчан, Дестархан Присел Мурат Акя И смотрите, как едят в шахрикане самсу С хлебом То есть, как и в джизаке Вот я говорю, здесь даже Это отсюда вы встали Не, а мне постоянно делалось замечание Кто хлеба, кто хлебом Да, ты зачем с хлебом самсу Вот, местные жители Едят, а вы говорите То есть, это пол лепешки, да? Да, половина маленькой лепешки Две самсы И это полноценный обед Вот так вот Так что не надо умничать там Некоторым личностям Нашли мы нашего героя Тех роликов И он опять делает ножи Самое главное, остановился я Я не мог его найти Остановился здесь, чтобы посмотреть Ну, опа, это его ножи Это его точка А как воздух Откуда подходит воздух туда? Моторчик А, моторчик Он постоянно работает, да? Да, да И на склод От батарейки, что ли, работает? Да, батарейки Батарейка тоже Батарейка тоже А это батарейка А чья кость? Это оленя Оленя рога Ну, рог Ну, рог Костяной рог Пока Таня выбирает ножи Хочу говорить Говорит Научиться резать ножами Шахриханскими Я посижу лучше здесь В тени Представляете, ему сколько лет Он же кувалдой машет И не смотрите, что он Худенький, хлипкий А сколько тебе лет? Сколько ему лет? Десять? Он-то Он-то, десять А, четырнадцать лет ему Так что может стягануть Как кувалдой А, вырезают кусок А я вам так и не показал Ассортимент Ножей Надо минуты как-то забить Ну, все, что блестящее Мне не особо нравится Мне нравится Вот из этого Какой-то кортик похож Тоже интересный нож Ну, это чисто какое-то украшение Потому что с ногами Не знаю даже, как это себе представить Но, знаете, с ногами вы режете салат Так, ну и здесь Здесь еще Вазы, мимозы Наборы Ляганы Сабля И все Небольшая остановка Очень красивый парк Пришлось нарушить Смотрите, как мы встали Прям на аварийке Тут вообще, наверное, нельзя стоять Но Надеюсь Все будет хорошо Парк очень зеленый Много Хвойных Розы Желтые цветы Еще какие-то красные Бананчики Непонятно, что это такое Вообще непонятно, где мы Если честно Пока Таня там Назаказывала Ножей На дни рождения Так Здесь памятник кому-то Надеюсь Надпись будет Да, это, наверное, парк Какой-то мавзолей Стена Что-то так Размытая там Надпись Размытая надпись Амат Алтар А, Ахмат Альфергони Или Альфергони Альфергони, да Ахмата Альфергони Это бронзовый Что ли Или Так, что находится здесь Здесь ничего Нету Здесь Какие-то Фермы Я не знаю, что тут накрывать Будут Мега-центр Поле И больше ничего И Это типа Стены в Шахрисапсе Старый город Его отделили Стеной Птица Которая сидит На Миндальном Миндалевом дереве Миндальном Миндалевом Жгур Здесь очень много Миндаля Ну, таких средних размеров Но его реально много Здесь, наверное Вот именно в Фергоне Благоприятный климат Везде растет Везде Оно же здесь стоит Копейки Миндаля Ахмата Альфергони Наверное, какой-нибудь Богослов Или писатель Вот так выглядит Стена Кирпич Кирпич Да Мухов Фонтан, наверное Включают вечером Я пока не успел заснять Как дети купались Прям в фонтане Немноголюдно Мы, похоже, даже не в Фергоне Мы, наверное, уже где-то Кува Кува-Сити Кува, наверное Да, Майнушка Майнушка Мусичушка Так, ну, двигаемся дальше Куда-то прямо Еще одна Шахрихамская Остановка На улице Реально очень жарко Но А есть вот такой источник Чтобы вы понимали Вот здесь вот Влажно И вот это вот все Вот это вот все Это мята Ну, или что-то на мяту Похожее Это все Мята, да? Чувствуешь, запах прям стоит Вот так вот Прям вот так По мне Все прям Все, друзья Я весь в мяте Я как мятная ириска Нет, ирис не бывает Держи Кондиционер По-шехрихански Фергански Фергански Муж ферганя Я плов захотел А вы тоже часто едите плов, друзья? Как и я? Здесь много садов Персиковых А еще тут кусты Непонятные травы И их Очень много Ну, давайте я вот покажу Вот тут Вот такой вот Ну, это здесь Один кусочек А он там Целая плантация Каких-то сорняков Честно Похоже на мяту Но это не мята Блин, ну запах Обалденно стоит Прям Что-то из семейства Мятовых До Рештана осталось Сорок километров И еще вот я Уже второй день Мы третий день катаемся Я Одно Одну заметочку Для себя сделал Что в долине Очень много Едят люди хлеба Здесь просто На каждом углу Продается хлеб Здесь есть Махали Улица Где Вот Сорок человек Подряд Могут продавать Лепешки И у каждого Нанвоя Есть свои клиенты И продают они Уже не первый год То есть Очень много Едят здесь хлеба Как вы заметили Самсу ели с хлебом Поэтому Хлеб Здесь Почитаем Уважаем И любим Очередная остановка Персиковая Нектариновая На двоих Полкило белых И полкило красных Быстрый перекус А что там растет такое? Вот это что растет там? Нет Фасоль? Ерянг А я сейчас посмотрю Можно? Я сейчас сам посмотрю Нектарины просто ароматные Брызжут соком Спелым Сочным Что-то непонятно Что-то такое Ничего не понимаю Что это такое Наверное Это то что будет Давать плоды Какие-то Или семена Точно не корнеплоды Кто знает Напишите Друзья Может какая-нибудь Фасоль Маш Я даже Маш Если честно Не видел Как растет Ты сколько заказала? На 10 тысяч отдал На 10 тысяч? Мы же от них съедимся Ты понимаешь Одни Ладно Ладно Пусть Все Бульда Бульда Пойдет 2 килограмма Сильно пахнущие Эти не так сильно пахнут Но они вкусные Я сейчас сказал Они очень вкусные Я приспел Мы тебе не перекрыли дорогу Реклама Мы сейчас уедем Бер минуты Мы уедем Так что? Да Сейчас наедимся персиков Чтобы животы скультило Тань Дай мне красный Вода Кипяток Вообще Обалденно Наверное Мы останемся здесь Мы останемся В долине Персиковый рай Дай мне еще один Коша, угощайся А тебя как зовут? Миджон Миджон? Или Умид? А, Умид Это твой сад, да? Ты хозяин? Азия Дай мне Вон что он там Вон тот белый Персиковая диета Наступила Дай мне Субтитры сделал DimaTorzok 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 Огромное количество посуды Каждое изделие неповторимо и индивидуально Почему-то ассоциацию с узбеком это лепешка, тюбетейка, седая борода, дыня, арбуз, гранат, чай Все, что вы видели в наших роликах Это и есть ассоциации с Узбекистаном Ну а если у вас совсем много денег Можете украсть квартиру Такой штукой Это все можно, конечно, еще превратить В фонтанчик Если сюда аккуратно насос ставить Все это сделать Но если у вас в доме потолки 5-метровые То можно вот такую вот вазу Тот же Динов Р Устоляр Шакиров Ж, Бобоев Поэтому если вы приехали в Риштан Обязательно заходите в это заведение Посмотрите Сто процентов Что вы что-нибудь себе купите Это сто процентов Даже я превращаюсь здесь в женщину-шопоголика Круть Ну так как пандемия Здесь это все не достроилось Вот сейчас туда пройду Тут посуда красивая Маргелланский атлас Да Это шедевр Как сказал Продавец Мы не будем хвалить свой товар И Обижать других Вы сами все видите Мы реально все сами видим Все очень и очень красиво Пепелница Это афганский товар 250 тысяч стоит Вот этот нож Из янтаря Наверное Ты кто, Тань? Это наверное Такой Чисто декоративный Вид Даже верх Весь заставлен Для палочек Для цветов Не знаю Для чего это Глаз реально разбегается Для цветов Чер минор Для покупки Вам все здесь Это упаковывают Делают прослойку Между каждым Ляганом Ну сейчас Вот я стоял 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 И мне вот этот Гранат Очень он красивый Для нас Включили фонтанчик Вот смотрите Здесь ночью Все красиво Наверное Еще один фонтан Но здесь ночью Все красиво Да? Нет Если у вас большой дом Можете себе Такую композицию Заказать Сейчас именно тот самый момент Когда вот этот гранат В единственном экземпляре И хозяева Даже его фотографируют Потому что Его больше нету То есть Любая работа Здесь Ну вот такая вот Крупная Да В единственном виде Делается Поэтому А у вас что тут? А это мы берем? Да Это мы берем Тоже Вот эту Композицию Это Ковун? Ну Дыня Или что это такое? Как же Что-то Дыню держит Все Друзья У меня глаза Сбегаются Я Отключаю Видео Вот эту вот Всю коллекцию Заказали Турки То есть Сейчас Не могут Отправить Все Видите Одинаково Это все Они себе Заказали А что 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 тут Покажите Вот Россию А вот Это все В Россию Веет А вот Смотрите Здесь тоже Такие вещи Чтобы А не бился А это куда Все Или это Готовое А это тоже Продается Продается Да Это для Пепелки Ну да Птиц Для птиц И сколько Стоит Такая штука Цену Не знаю Пока Вы это сами Делаете Или вы Просто Расписывали Не Расписывали А так Взять Купили Друзья Пришлось Убегать С Рештана Мы остались Просто Тупо С тысячу Сумами Мы потратили Деньги За квартиру Которую Должны Заплатить Вообще Просто Ноль денег Хорошо Что денег Больше Не было Сколько 500 тысяч Да 500 тысяч Сум Были В наличии И они Просто Тупо Закончились Сейчас Главное Найти Банкомат Снять Какую-то Копейку Но оттуда Реально Невозможно Уйти Это Это Красота Которую Хочется Видеть У себя Дома Поэтому Любая Девушка 100% Что-нибудь Купит Да Мне кажется Мужик Любой Зайдет Без Без подарка Без покупки Не уйдет Оттуда Там Очень Красивая Граната Огромная Поэтому У нас 1000 Сум В кармане Осталось Сейчас Заехали В Фергану И Главное Найти Где-нибудь Банкомат Да Банки Работают Хорошо Вернее Банкоматы В Фергане Это радует Сейчас Зашел В эту штуку В будку Не будка Это Короче Помещение С кондиционером Там 6 банкоматов Стоит Ждем Небольшое Пополнение Получается Что мы Сегодня Из-за посуды Из-за Рештанской Не попробовали Оригинальный Рештанский Плод Ну Надеюсь Мы туда Еще Вернемся